здравствуйте наши дорогие подписчики и гости канала вот смотрите какие мы стали сегодня шестнадцатый день как лорик у нас дома да кролик лорик кролик папа называет дома и сладкая вот такая вот зая у нас сладкая вот сами смотрите те кто не знает этого котенка маленького нашли нашла наша знакомая 4 января потому что 4 января вечером она позвонила вере гуляла с собакой на пустыре за домами и собака откопала из-под снега сумку а сумки вот эта крошка маленькая значит 6 ну парни что вы 6 кролик 6 января ездили в клинику филмара в общем ну там сказали что скорее всего она слепая скорее всего что она слепая значит ну забрали его назначили не знаю антибиотики антибиотики мы не стали делать потому что потому что ни температуры ничего уходила она плохо заваливалась сейчас вообще другую совсем другая кошка значит так как вам сказать 11 11 января ночью 3 часа ночи мы ее покормили с верой ой ребята как с маленьким ребенком вставали каждые три часа расскажу все в общем три часа покормили ее и все и она не стала спать и до пяти вот мы до шести мама вера не спала дала мне поспать потому что мне на работу в общем под утро и начал лихорадить трясти я позвонил что не приеду на работу рано и поехали мы в клинику прайд прайд довольно таки серьезная клиника как оказалось в общем там сразу нам нас взяли на прием сразу нам взяли кровь на анализ и сделали нам укол а укол от температуры температура у него была небольшая но была слепала моя сладкая моя исследователь температуру делали укол ножку с анальгином в общем быстро или быстро сделали анализ крови сказали что никакого воспаления нету в крови но не повышенную там как получается лейкоциты да вася ну в общем делали нам уколчика температуры сказали что нам надо на прием к травматологу но травматолог может быть ой к неврологу да но невролог может освободиться он на операции через час через полтора в общем мы пошли весь тюбур сидеть девочка после укола ожила стал верой позать кушать просить накупили там же форма паштетика взяли ну вы видели в предыдущем взяли из под кофе палочку в общем накормили ну сказали что девочка уже никаких смесей кормить паштетом потому что у нее уже зубки то есть ей месяц был на тот момент ну в общем дождались мы и невролога сходили на прием там сразу нам сделали узи и тамуся господи любопытный том нам сделали узи и и рентген в общем оказалось что у нас вот здесь вот гематома гематомка вот меньше салана она прямо на ощупь чувствовался да я моя куда ты исследуйте гематома и затылочные кости трещинка сказали гематома должна рассосаться трещинка заживет и еще будет хорошо но до этого пока когда мы съездили нам показалось что она еще и глухая но вот после укола в вестибюле когда сидели там залаяла собачка и вроде даже она ну подписчики даже увидели что ушками повела то есть ну видимо нож по санальгинам спас сняли спазм сняли и она что-то стала слышать ну а теперь нам кажется что она все-таки слышит потому что чуть-чуть стукнешь где-нибудь ну вот не видит похоже она все-таки не видит ну надеемся дядя том какой дядя том то очень большой как голова больше чем я скажи да лорик лорик мой мой сладкая зайка ну надеемся что все будет хорошо поправимся мы вот такие мы исследователи наше сегодня 16 вот грубо говоря в 9 9 часов вечера мы ее принесли четвертого будет 16 дней сегодня вот такая мы сладкая девочка у нас пинцесса папкина ну что истину пинцесса потому что привередливая мы с мамкой уже сбились ног корма покупая этого мы один раз поедим второй раз не будем очень любим детское питание кролика индейку рыбу очень любим рыбу мы учуем и пищем просим на ручки просим к маме к папке очень любим на ручках сидеть прямо запищит вот голову поднимет с пола запищит папка мамка возьмите на ручки ну и засыпаем на ручках потом перекладываем в переносочку вот такие мы зайки ну вот боремся друзья боремся за мою сладкую зайку да вот видите какая шлепала вы вспомните первое видео как она заваливалась 16 дней назад и что сейчас да друзья вот такая зайка ну конечно у нас мама вера седых волос прибавила за это время потому что первые дни просто вот через каждые я не знаю полчаса подскакивали то она то я заглядывали в переноску дышит не дышит вернее она сначала в коробочке у нас была дышит не дышит я вообще боялся когда она мне звонит на работу боялся ее звонков думаешь только бы что-нибудь плохое не сказала но так вот друзья кошки на нас коты не шипят не шипят ну вот видите особое внимание не не вот вот вася маля ее очень полюбила маля это которая сколько нам и забрали скулью лапка была раздроблена с которой я ездил в москву сниматься на видели видео маляя любит вы мы вылежит ну а так в основном а за остальные пока никто принцессу мою принцесса моя сладкая моя зайка сейчас мы поужинали покушали вот я только пришел с работы вера ее покормила поэтому даже машину на стоянку не отогнал думаю сначала сниму потому что принцесса пойдет спать наверное час ну все больше и больше бодрствуем ходим исследуем на умчик юма мешайте принцессе гулять вот такая зайка у нас ну буду буду держать вас в курсе друзья как мы с ней нянчаемся на ум отойди немушка котомушка как мы нянчаемся с маленькой такая хорошенькая господи друзья так мы ее полюбили ну просто вот зайка ночи да и максиму сейчас сын наш в поездке как не позвонит первым делом как малая потом как коты ну а потом уже как мама с папой тоже кошатник ну буду закругляться друзья спасибо вам что смотрите нас вас у нас уже 19 половиной тысяч сегодня вот сейчас спасибо что смотрите нас спасибо что подписываетесь на нас устал уже ходить спасибо что помогаете нам спасибо за комментарии ваши ваши комментарии некоторые даже до слез прошивают но были кстати комментарии которые одна но я его заблокировал и в общем она чуть ли мы не сами мы его травмировали сами зажили в снег чтобы собирать подписчиков чтобы просить деньги ну для меня чтобы мы пиарить что я пиарить пиаримся на ней а че мне пиариться вот вы сами вся жизнь наша проходит на ваших глазах вот наш весь вот в этой комнате вот все они наши спасенные че мне пиариться чего да моя сладкая один даум я так понимаю в годах какой-то дед сказал что мы идиоты всю жизнь испокон века на россии в россии таких больных истребляли не нянчились лучше бы людям помогали но такие песни мы знаем такие люди не только не зверям не зверям не людям не помогают только трепаться ну конечно это этого два комментария таких было а в общем то спасибо вам друзья за комментарии спасибо за все вам огромное вам спасибо без вас бы нам просто не справиться а хочется так еще много спасти и сами видите какая ситуация стране с бездомными животными что таким как мы спас непочатый край работы но не буду вас мучить друзья спасибо вам за все да будем будем снимать ворика по постепенно будете смотреть привет вам от от нее и от всех наших кошек от веры но и от меня конечно до свидания друзья